Александр Ильич, у нас на форуме люди пишут, задают всякие вопросы достаточно часто. И вот один из вопросов, по стенам в администрации развешаны красивые картинки светлого будущего нашего города. Когда именно будет построен автовокзал, бассейн, спа, как долго по всему городу будут стоять железобетонные заборы с заброшенными стройками? Также, значит, говорят о форуме или то, что пишется в интернете, значит, как-то слуги народа не слышат и общаться не желают, вопреки Конституции. И чего это за слуги такие? Значит, может не ради их поменять, но это говорится о том, что отслеживает администрация, не отслеживает форумы, что пишут люди. Нет, безусловно. Во-первых, взять даже последние, скажем, те замечания, которые, ну, справедливо, возможно, в адрес администрации, власти вообще были высказаны. Мы отслеживаем и принимаем меры. И любая информация, которая проходит о районе, о городе Кингисеппе, безусловно, мы принимаем меры. Более того, что касается газетной информации, любой печатный материал, связанный с недостатками нашей работы, наших структур, мы тоже отслеживаем и, так сказать, разъясняем. Я думаю, что и активность журналистов здесь должна быть большая гораздо. И еще скажу, что есть ведь и контактные телефоны, кроме порталов, сайтов, есть еще и контактные телефоны. Если вопрос с язвой звучит, допустим, с какой-то издевкой, показать, что кто-то что-то не на месте, кто-то не хочет решать эти проблемы, это один вопрос. Другой вопрос, если человек хочет, чтобы вопрос Кингисеппе был решен для в районе. Пожалуйста, 488-38, прямая линия, постоянный вопрос, который можно задавать главе администрации, любому чиновнику через этот телефон. Это почти уже стал телефоном далее. Кстати, старшее поколение, среднее поколение очень хорошо пользуются. Мы получаем по понедельникам с 11 до 12 до 20 звонков, касающиеся разных сфер жизни города и района. И обиды, и невнимания, и так далее, и тому подобное. Я, конечно, может быть, для молодежи, более молодого поколения, оперативнее вот эта информация, но тем не менее, я ставлю вопрос так. Мы хотим решать проблемы, и мы же не лакируемся и говорим, что у нас все в шоколаде, и все действительно хорошо. Значит, помогайте нам решать эти проблемы. Не просто написали на форуме, значит, и ждать там, увидят там несколько, значит, этот вопрос, или не увидят. Самое важное здесь, чтобы вопрос был решен, или сдвинуть с мертвые точки. Что касается, конечно же, того, что мы имеем по городу. Да, есть несколько объектов, я приведу пример. Например, строительство гостиницы у Карла Марса 47. Вопрос затянулся, к сожалению. Значит, сейчас мы его решаем, но тем не менее, я хочу, должен сказать, что вопрос не очень простой. Отсутствие финансирования по данному объекту. И плюс технический вопрос. Затянулся вопрос по Большой Советской 23. Это где огорожено рядом с ОКЕ, с Нордом, центром Норд, вот эта территория. Сейчас вопрос будет урегулирован, и появится инвестор, который будет делать там, в том числе плавательный бассейн, спа-салон и так далее, и тому подобное. Я думаю, что еще один объект, который я бы хотел прокомментировать, это Октябрьская 18. То же самое, начаты были работы, забор сделан, но тем не менее, не продвинулась дальше. Опять же, там есть технические вопросы, связанные с фундаментом, рядом стоит дом. Но вопрос технически будет решаться. По остальным, по остальным стройкам, они будут завершены в течение года-два. Ну, что такое про бассейн, я уже, так сказать, не говорю. Средства выделены в областном бюджете, рядом с рядовым дворцом будет бассейн. Что касается объектов других, ну, реконструкция, большая реконструкция ждет ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс. Большая реконструкция в следующем году ждет Дюсша и юность. То есть, действительно, реальная, хорошая реконструкция под современную оснастку пола и так далее. То есть, там многопрофильный будет спортивный центр. С востоком о востоком решаем по строительству бассейна на Малой. То есть, та идея, которая была заложена, вот, ну, там был бассейн раньше, да, мы его закрыли, ввиду того, что он уже не исполнял свою функцию как бассейн, потому что могли погибнуть там люди. Там уже проектирование выходит на стадию завершения и будет, так сказать, будет, скорее всего, тоже плавательный бассейн. Может быть, не такого типа большого, как международного класса, как у Ледового дворца, но тем не менее. То есть, у нас будет два бассейна. Да. Второй момент. По автовокзалу завершается, уже практически, понимаете, что такие объекты, экспертизу проходят более года. И тут никуда не деться, ни нам, ни к кому, потому что там двухэтажное здание будет. А раз двухэтажное, значит, уже экспертиза гораздо дольше идет. Автовокзал, кроме того, там будут торговые площади, там будут размещены наши, так скажем, заведения, да, и в частности, многофункциональный центр, который мы очень хотели бы, чтобы действительно для Кингисепса, для жителей всего района стало облегчением. То есть, то одно окно, которое сейчас есть в администрации, это будет многофункциональный центр по оказанию всех видов услуг, государственных, муниципальных и так далее. То есть, я бы все-таки сейчас бы, вот для более полного ответа попросил бы вас встретиться с председателем комитета по архитектуре и градостроительству города, чтобы из первых уст от главного архитектора они услышали по тем объектам, которые и когда они будут завершены, потому что все постановления проходят через архитектуру. И, естественно, Ольга Захарнова Лобоя обязательно вам даст это дело. Хорошо, спасибо, Александр Васильевич. По стенам администрации развешаны красивые картинки светлого будущего нашего города. Когда именно будет построен автовокзал, бассейн, спа? Как долго по всему городу будут стоять железобетонные заборы с заброшенными стройками? Это общий такой вопрос. Ну, может быть, по пунктам, вот, что там первым не расстроится? Когда будет построен автовокзал? Значит, на сегодняшний день ведутся предпроектные проработки по автовокзалу. Я думаю, что в течение этого года будет вестись проектирование этого объекта. И автовокзал, насколько вы помните, вы уже в средствах массовой информации, автовокзал будет совмещен с МФЦ. То есть это будет такой многофункциональный объект. Ну, на самом деле, я считаю, что для района это удобно, что люди со всего района могут приезжать в точку автовокзал, и никуда далеко не надо ходить, они могут подняться там наверх и получить или запросить любую информацию по любой интересующей их теме. Ну, что такое МФЦ, вы знаете, да? Это то, что на сегодняшний день уже по... Но это будут и магазины там... Нет, в данном случае идет обслуживание муниципальное. То есть там будут сконцентрированы службы муниципальные, которые будут выдавать там какие-то справки, сведения там и так далее. Это некая такая объединенная структура муниципального. Ну, она просто будет в одной точке расположена. И это удобно просто уже в некоторых муниципалитетах российских это выполнено. Ну, то есть это как бы одно из условий, доступность хорошая к этим объектам. Ну да, чтобы приезжие не ходили, не искали где-то администрацию. Да, тем более это тот самый информационный центр, который люди будут наиболее часто посещаем. Это самое единое окно, которое сегодня мы обязаны создать в полной мере по закону. То есть это так, если говорить, где-то в 2014 году начнется стройка, да, этого такого дела? Я так думаю. Ну, а если возьмем край, там, второй квартал, в 2014 году, да? Ну, если я не хочу сказать. Точно не могу сказать. Эти сведения, у меня пока нет этих сведений, потому что это все будет зависеть от выполненного проекта. В составе проекта выполняется проект организации строительства, где четко прописаны сроки строительства. На сегодняшний день пока этого проекта нет, и этого после я не видела, поэтому я не буду. Ну, а проект уже... Вводить в заблуждение. Ну, проект на сегодняшний день уже в разработке. Да, пока не могу сказать. Но надеюсь, что до конца года проект будет выполнен, и следующий год это будет год строительства этого объекта. Хорошо, а вот вопрос по бассейну. Ну, какая сейчас информация? Я так понимаю, что уже есть финансирование, все есть, и вот как вы стали? Финансирование бассейна будет осуществлять правительство Ленинградской области, заказчик будет комитет по строительству, и по последним данным, на сегодняшний день там проведены торги по иналпроектированию нашего бассейна. Вот, то есть там тоже в стадии проектирования, то есть начало проектирования сейчас. А строительство уже тоже где-то начнется, я так понимаю, с 14-го года, да, или, может быть, раньше? Ну, по планам Ленинградской области, по-моему, 14-15 год бассейна. Ну, по Ледово, Дворцово, наверное, немножко в курсе. Там сейчас объект находится на экспертизе, и сегодня уже там ведутся некоторые подготовительные работы. То есть уже разрешение на строительство вы выгодили? Пока нет. Разрешение на строительство выдается на основании заключения экспертизы, разрешения на строительство пока нет, но территория, подготовка территории уже ведется, ну, так, короче, изыскания ведутся, там, и так далее. Хорошо, подскажите, еще такой вопрос, вот, с железными заборами и заброшенными стройками, вот, возле Аркея, и вот, какие у нас есть, какие-то будут решения? Значит, по поводу Аркея мы запрос делали собственникам данного земельного участка, и нам пришел ответ о том, что они намереваются возобновить. То есть на сегодняшний день они корректируют тот проект, который у них первоначально был. То есть там, ну, видимо, меняются... И хозяева это? Нет, хозяева там те же самые, но меняется концепция строительства. Возможно, на сегодняшний день у них уже изменилось, допустим, пожелание застройки, и они сегодня ведут корректирование данного проекта. Вот, ну, по последним данным, которые мы имеем, письмо, которое нам присылали застройщики, о том, что они намереваются на следующий год начать строительство. А что, предположительно, жилой дом или торговый центр? Нет, первоначально, значит, предполагалось, что данная территория будет задействована под строительство, это, ну, тоже гостиницы со спа и так далее. Но сегодня это, пока у нас нет данных, в какую сторону они корректируют проект. Поэтому не могу сейчас точно сказать. Что это будет общественное здание, это однозначно, потому что зона размещения объекта общественная, поэтому объект будет общественного назначения. Вот еще один вопрос по стройке у дома Жукова, 20. Там тоже забором закрыто, и вот что там? Там очень сложная история с собственниками. Когда-то это был объект таможни, вот, и на сегодняшний день у меня пока нет этой информации, но я знаю, что велись переговоры о передаче этого земельного участка в муниципалитет. Но насколько эти переговоры продвинулись, у меня тоже нет сведения. Я думаю, что вам, наверное, на эту тему нужно поговорить с главой администрации, потому что я не владею этой информацией. Да, и вот еще такой конкретный вопрос. На Фитонском шоссе за новой заправкой строится на декларативный дом. Согласно СНИП 2.2.1, там и т.т.т.т.т., от первого 2008 года, интерно-защитная зона АЗС, более трех ТРК, это, я думаю, что колонна, до других объектов должна быть 100 метров. Потом, правда, он ошибается, и он говорит, что 50 метров должно быть. И первый вопрос. Отношение администрации к данному вопросу, отношение местного Роспотребнадзора, руководства которого утверждают эти нормы, и отношение к Минсетской прокуратуре? Здесь я могу прокомментировать следующим образом. Ни один жилой дом не получил бы разрешение на строительство, если бы эти нормативы не были соблюдены. Поэтому, однозначно говорю, что данные все объекты строятся в соответствии с действующим законодательством, с действующими САНПИНами, и Роспотребнадзор здесь участвует самым непосредственным образом, поэтому там все нормативы соблюдены. То есть, все-таки, там вот эта зона, 50 метров, она точно существует? Ну, естественно. Естественно, иначе, во-первых, разрешение на строительство дома они не получили бы, потому что объект проходил экспертизу государственную. И то же самое не получил бы разрешение на строительство самозаправочная станция, потому что данный объект был в составе планировки, проекты планировки, застройки, третью очередь застройство, что мы кроме. Поэтому там все в пределах нормативов. Хорошо. Ну, в принципе, вот такие вопросы хотелось бы, чтобы людям ответили. А вы не отвечаете за эти, за вывески, за это не отвечаете? Ну, что есть вопрос? Очень правильный вопрос. Совершенно. А вы уже знаете его? Да, потому что мы сами на сегодняшний день очень возмущаемся на эту тему, но, к сожалению, вот законодательная база нашего района, она на сегодняшний день несовершенна, поэтому вот мы сейчас пытаемся как-то отрегулировать этот вопрос на примере, скажем, наших соседей и больших городов. До настоящего времени этот вопрос был прописан всегда в правилах благоустройства. Вот. Сегодня, значит, мы понимаем, что, поскольку изменилось законодательство в отношении к рекламе, вот, сегодня трудно регулировать правилами благоустройства вопрос размещения рекламы. Поэтому, значит, в Петербурге на сегодня разработаны правила содержания фасадов, которые позволяют регулировать вывески, которые размещаются на сегодняшний день вот на фасадах зданий. Вот. И я думаю, что такие правила в ближайшем будущем будут рассматриваться у нас. Скорее всего, мы вынесем на Совет депутатов этот вопрос, поскольку на сегодняшний день мы не видим механизма регулирования на фасадах, где мы видим, что этими полотнами рекламными завешивают буквально весь фасад. Это недопустимо. Поэтому должны быть разработаны дизайн-проекты каждого фасада, где четко должны быть указаны места расположения рекламы, и они должны там занимать определенное место, композиционно, эстетически и так далее. То, что происходит сегодня, это, конечно, безобразие. И пока мы не видим механизма, как это все отрегулировать. Когда будут приняты правила содержания фасадов и механизмы, скажем, регулирования, то есть санкции там и так далее, то тогда мы уже сможем, наверное, каким-то образом остановить это стихийное насаждение рекламы у нас в городе. Сегодня это печальное шествие рекламы, оно буквально почти во всех городах. Я обращаю внимание, но есть замечательный пример нашего соседа Евросоюза, где приходишь в Нарву и видишь, насколько четко у них там нет абсолютно ни одного сантиметра стихийной рекламы, то есть там очень четко все регулируется, и вот именно правилами содержания фасадов. А у нас же есть сейчас организация, которая занимается рекламой? Эта организация занимается исключительно размещением рекламы, и их абсолютно не интересует контроль за соблюдением, вот скажем, тех же фасадов и так далее. Вот, поэтому мы поняли, что этот вопрос, наверное, все-таки придется брать на себя контроль. Вот, поэтому... Ну, и там же вы будете решать такие вопросы, чтобы не были названия, пускай на иностранном, но, как пример, непристойность там или еще что-то название, вы тоже будете это все регулировать? Ну, это все есть в законе о рекламе, о рекламе, вот, и... А когда примерно, хотя бы, ну, как положительный выбор у человека, который я делаю, не понимаете, год-полтора? Нет, я думаю... Просто, чтобы мы пришли бы через год и спросили, а уже сделано? Да, что сделано, да. Нет, я думаю, что мы попытаемся это сделать. Сейчас у нас просто немножко напряженная такая пора, как строительный период, у нас короткое лето, и на сегодняшний день большое количество работы с застройщиками, вот. Вот, ну, как правило, у нас немножко поспокойнее ситуация там зимой, вот. Но я думаю, что до Нового года мы постараемся этот вопрос отрегулировать, этот документ сделать. Мы над ним уже работаем. Вот, но на сегодняшний день мы понимаем, что его нужно сканально отработать, отдать юристам, поработать с юристами, поработать с депутатами, вот, вынести на Совет депутатов, на обсуждение, и потом утвердить всю эту процедуру. Но я думаю, мы постараемся до Нового года помести. Хорошо, спасибо за разгонутые ответы, и будем надеяться, что все у нас будет меняться. Я так понимаю, что вот все вот эти чайные людей, которые вопросы, они, ну, где-то до конца 2014 года уже будут видны изменения, вот, которые у нас будут, да, примерно? Ну, постараемся. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.